Итоги уходящей пятницы Как пандемия повлияла на их работу Мода на лыжи В Бобруське работают пункты проката спортивного инвентаря Очень много постоянных клиентов Где взять в аренду и сколько стоит Песня нам жить и строить помогает Таим принял участие в патриотической эстафете Мы хотим жить в нашей стране И мы хотим работать на наших предприятиях Чему она посвящена А также заготовка зерна Замысел учения И детская вакцина В Беларуси в следующем году Начнут прививать от коронавируса Пациентов с 5 лет При каком условии Спасибо за самоотверженный труд На коллегии Главного областного управления по здравоохранению Подвели итоги 2021 Лучших наградили В числе которых и бобруйские специалисты Татьяна Горбача Герои в белых халатах Вся жизнь служения людям Лариса Ковалевская отдала медицине без малого 40 лет С первых дней пандемии она на передовой Работала по несколько смен подряд Часто без выходных Накануне старания по бручанке высоко оценили Вручили нагрудный знак Минздрава Отличник охраны здоровья Республики Беларусь И даже это самое малое, чем можно отблагодарить за жертвенный труд Очень было волнительно и, конечно, приятно, что вот так высоко оценен наш труд Хочется сказать, что была такая награда одна в Могилевской области вручена И, конечно, очень приятно Но я понимаю так, что это не моя награда Это награда моего коллектива Потом, как понимаете, мы вместе И мы вместе все решали вопросы Я думаю, что каждому можно было дать эту награду Именно за труд, за служение своему любимому делу Лариса Анисимовна всегда знала, что будет врачом Еще в детстве она завороженно наблюдала за тем, как работала сельским фельдшером ее мама Поэтому и пошла по медицинским стопам Кажется, сама судьба за нее все определила Признается, не представляет своей жизни без родной больницы Сердцем прикипела Это золотой фонд сотрудников нашей центральной больницы Без малого 40 лет она у нас трудится Всегда была на хорошем счету Очень ответственный работник Помимо этого она замечательный наставник К ней с большим удовольствием идут и молодые сотрудники И от нас даже, как школа наставничества Уходят другие организации здравоохранения И передают свой опыт дальше Лариса Ковалевская более 30 лет Руководит клиникой диагностической лаборатории Здесь можно сделать практически все От общего анализа крови до самых сложных биохимических исследований А главный секрет успешной работы – современное оборудование и квалифицированные сотрудники Это человек, который вкладывает всю себя в профессию И она в коллектив Со всей душой, со всем своим профессионализмом Каждый день с радостью на работу И, конечно, мы здесь под руководством Ларисы Анисимовны Как большой дружной семье Служба врачей, а иначе это не назовешь Стала особо заметна в пандемию Отбросив эмоции и страх, они смогли мобилизоваться и дать отпор коронавирусу Но он не сдается Из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 В стране, начиная с ближайших выходных 5 и 6 февраля, поликлиники начнут работать в субботу и воскресенье Пациентов будут принимать не только в самих медучреждениях Но и организует их осмотр на дому За последние сутки в Беларуси установлен новый антирекорд 7 350 случаев заражения За минувшие 24 часа число выздоровевших достигло отметки в 1114 человек Минздрав прогнозировал взрывной рост коронавирусной инфекции В связи с приходом омикрона Поэтому специалисты готовились заранее Созданы запасы кислорода, медикаментов Предусмотрена возможность развернуть дополнительные койки Уже больше двух лет мы работаем с этой патологией Коронавирусной инфекцией Естественно, мы готовы У нас и планы перепрофилирования в соответствии Сейчас вот немножко видим, что повышена заболеваемость у деток У нас, соответственно, тоже и коечный фон перепрофилирован Его достаточно И, в принципе, мы справляемся с этим наплывом Мы добавили телефоны в колл-центрах И Бобруйский городской исполнительный комитет Выделил нам дополнительный транспорт Чтобы контактные группы максимально быстро доезжали до пациентов с этой патологией Сама борьба с ковидом выходит на новый этап Чтобы разорвать замкнутый круг пандемии Необходимо привить значительное количество людей В Бобруйске на сегодняшний день вакцинировалось более 135 тысяч человек Это 60% населения Ну а Лариса Ковалевская уверена Несмотря ни на что, человечество победит коронавирус Битва продолжается Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Поспешил, угодил в аварию В Могилеве столкнулись Лексус и Рено В момент попал объектив камеры видеонаблюдения На записи видно, как японец, выезжая с прилегающей территории дома Не убедился в безопасности поворота и столкнулся с французом Который двигался по главной дороге В результате оба автомобиля получили механические повреждения Водители не пострадали Госавтоинспекция напоминает Находясь за рулем, стоит быть очень внимательными И неукоснительно соблюдать ПДД Поддержка образования, закупка зерна и белорусский авиаперевозчик Услугами Белави в 2021 воспользовались почти 2 миллиона пассажиров Есть ли новые маршруты? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси в следующем году начнут прививать от коронавируса детей с 5 лет Причина в омикроне – новый штамм омолодил возраст заболевших В Минздраве подчеркнули – вакцинация будет исключительно добровольной Обязательное условие – согласие родителей Напомним, с декабря дозу здоровья могут получить подростки 12 и 17 лет Используют китайский вероцел Минсельхозпрод установил заготовители сельхозпродукции для госнужд на 2022 В список вошли 28 предприятий В том числе Бресхлевопродукт, Пинский комбинат хлевопродуктов, Агрокомбинат Скидельский, Лидахлевопродукт, Домочай и Оршанский мясоконсервный комбинат Также определены объемы закупок зерна – пшеницы, ржи, проса, овса, гречихи и ячменя Продолжается подготовка к основной фазе учения – союзная решимость В Беларусь уже прилетели более десятка истребителей Су-35 Прибыли системы залпового огня «Панцирь» и дивизионы ракетных комплексов С-400 «Триумф» Они необходимы, чтобы проверить единую региональную систему ПВО По замыслу маневров, союзники будут противостоять странам и подконтрольным им террористам Которые от безуспешной попытки инициировать внутренний конфликт перешли к радикальным мерам Белавиа в 2021-м перевезли почти 2 миллиона пассажиров Зарегистрировано 920 тонн багажа При этом авиаперевозчик выполнил больше 12 тысяч регулярных и 5-ти чартерных рейсов Также открылось несколько новых направлений Из Минска теперь можно улететь в Дубай и Кутаисия Плюс вели тариф промо, который позволяет путешествовать дешевле В Могилевской области в 2021-м на ремонт учреждений образования Было направлено более 10 миллионов рублей Из них два – шефская и спонсорская помощь Также приобрели 20 школьных автобусов для подвоза детей в сельской местности До места учебы и обратно В этом году планируется обновить автопарк еще на 39 единиц На встречу референдуму Бобруйск принял участие в патриотической акции Местом встречи стал завод ТАИМ Это четвертое предприятие, куда доехала команда холдинга «Белавтомаз» Гости привезли с собой концертную программу Плюс честно поговорили о предстоящем историческом событии В концерте задействованы артисты Дворца культуры Минского автомобильного завода У нас крупные коллективы, творческие коллективы И вот все вместе мы ездим таким автопробегом Мы хотим светлое будущее, мы хотим жить в нашей стране И мы хотим работать на наших предприятиях Акция продолжится до 17 февраля К слову, в состав автохолдинга входит 10 предприятий Мода на здоровый образ жизни Бобручане все больше выбирают активный зимний отдых Например, катание на лыжах Для этого созданы специальные трассы В городском парке, вблизи Бобруйск-арены и санатория Шинник Если нет личного инвентаря, можно обратиться в пункты проката Ольга Васенда узнала стоимость аренды Легкое скольжение, грация и динамика Пожалуй, именно так можно описать лыжный спорт Во всем мире это один из самых популярных видов зимнего отдыха В обручании тоже, как говорится, в теме У одних есть личный инвентарь, у других его нет Но это не повод свою мечту вешать на гвоздь Вам на помощь аренда Взять на время спорт оборудование Можно в Бобруйск быту услуги, что на бульваре при Березинском 33 Стоимость за сутки от полутора рублей до четырех с половиной Размерный ряд от 33 до 46 В этом году, по сравнению с прошлым, когда не было снега Очень много постоянных клиентов Которые берут не на день, не на два А на продолжительный срок, можно сказать, на всю зиму Хоккейный клуб Бобруйск тоже готов удовлетворить Спортивные потребности гаража Уже второй год здесь работает прокат лыж Брать инвентарь можно на разный срок Главное с собой взять паспорт Чаще всего арендуют на двое суток В денежном выражении это 16 рублей Девять стоит 24 часа Если у вас нет так много времени, а выйти на трассу хочется, то решение есть Можно взять комплект на один час за пять рублей В него входят лыжи, палки и ботинки Экипировались, вышли из ледовой арены и сразу попадаете на трассу Ее протяженность – 1200 метров Лыжная трасса есть также в городском парке культуры и отдыха Протяженность круга – один километр Обычно оккупируют здешнюю трассу учащейся колледжей Приезжают и из других районов города Подкупает хорошее месторасположение Доехать можно из любой точки Бобруйска Как вам трасса здесь в парке? Нормально, хорошая трасса Если бы еще чуть-чуть снежка, чтобы можно было толкаться, то отличная вообще Отлично, накатанная лыжня, хорошо катаемся Я еще с детства занимаюсь катанием, поэтому положительно отношусь Возле 31-й школы есть коробка, там заливают каждую зиму каток и катаюсь на коньках А так, люблю больше ходить, если хочется в летний период сходить покататься, то в ледовой На лыжах мне нравится, это развивает дух, выносливость И под каток к зимнему периоду укрепляет организм Свежий воздух в тандеме с физической нагрузкой – отличный антидепрессант Который поможет вам чувствовать себя бодро, укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания Тем более в такое непростое время Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok